всем привет как меня видно слышно плюсики в чат отлично сегодня у нас очень интересная тема мы с вами поговорим о двух компаниях нашей компании Faberlic и компании Avon и вместе развеем все мифы которые мы слышим и постоянно сталкиваемся с нашей работой хочу представиться меня зовут Зиновьева Елена я и мой супруг пришли в компанию в марте этого года бизнес начинал мой супруг я уже подключилась к нему чуть позже и мы в компании на данный момент являемся старшими директорами так и хотел бы вам объяснить почему я знаю компания Avon вот слать немножечко съехал я пришла из Avon в Avon я 2002 года являлась представителем и в 2010 году мне предложили позицию координатора в 2015 году я достигла звание ведущий лидер это звание скажем так средняя ступень из всего маркетинга мы с вами посмотрим где эта ступень находится и поэтому я решила с вами поделиться о том что я сама лично знаю об Avon и чтобы вы могли правильно общаться с людьми которых вы приглашаете если встречаются среди них также представители координатора Avon то правильно вести с ними диалог начну с предыстории и мы сейчас посмотрим историю и Avon и Faberlic компания Avon это компания американская она была основана в 1886 году компания Faberlic это российская компания и основана она была именно в россии в 93 году Avon в россию пришел также в 93 году поэтому я считаю что в принципе компании родились по крайней мере нашей стране одновременно и говорит что история компании там тысяч или тысячелетия то есть я считаю что не совсем правильно они обе развиваются сейчас в россии 93 года в 2001 году мы все знаем что компания была переименована faberlic производства у обеих компаний в россии компания Avon имеет свой завод под нарофоминском компания faberlic завод в москве на этом заводе я лично была в сентябре когда ездила на ассамблею меня очень это все впечатлило надо сказать ну дальше давайте посмотрим ассортимент компаний то есть что нам предлагает компания Avon это косметические средства в них ходят косметика по уходу за лицом за волосами ну и так далее парфюмерия бижутерия аксессуары различные это сумки что у нас там расчески различные детская одежда но детская одежда представлена в минимальном ассортименте это может быть маечка и трусики на девочку маечка и трусики на мальчика каталогах скажем так зимних сейчас появилось одно единственное платье на девочек на этом ассортимент одежды детской именно заканчивается а женская одежда представляет собой пижамы и несколько платьев ну еще кое-что появляются блузки но это так же скажу в минимальном ассортименте появилась компания обувь это за скажем так в этом году за весь год были одни сапоги и были двое босоножек ну и решила тоже включить их в ассортимент компания при скажем так предлагает это своим покупателям пусть будет детские игрушки также они в минимальном ассортименте корректирующая одежда это белье ну все мы понимаем что подразумевается и товары для дома товары для дома я включу всякие упаковки коробочки тоже в минимальном ассортименте терки компания faberlic косметические средства также различить по уходу за листом за волосами за руками за ногами парфюмерия бижутерия бижутерия в маленьком количестве в компании эйвон предоставляется большой ассортимент бижутерии но я считаю что это не очень не особо главное различные аксессуары компания faberlic предлагает нам детскую одежду в огромнейшем ассортименте на мальчиков на девочек разных возрастов женская одежда обувь детские игрушки корректирующая одежда товары для дома это мы все понимаем что бытовая химия средства гигиены это у нас различные зубные пасты прокладки и так далее бытовая химия вы уже сказала функциональное питание продукты коррекции веса различные бальзамы и фито чаи продукты для здоровья ортопедические товары нижнее белье возможно что-то упустила но уверена вы сами прекрасно знакомы с ассортиментом и в принципе общаясь с людьми из других компаний сможете рассказать о нашем ассортименте более подробно далее как вы считаете качество какая продукция более качественная эйван или faberlic faberlic все-таки к чему вы больше склоняетесь я надеюсь в комнате не одна мне отпишется так faberlic екатерина больше никто никак не считает не ваш не важно ваше мнение faberlic ну естественно мы все здесь именно потому что компания предлагает нам качественную продукцию но давайте рассмотрим это с другой точки зрения обсуждение данного вопроса я считаю неуместно мы с вами не химики мы с вами не проводим различные скажем так химические реакции не проверяем мы не можем судить о качестве продукции то есть какая-то продукция нам подходит какая-то нам нравится какая-то не нравится поэтому обсуждать и говорить о том что продукция faberlic более качественная чем в эйван это не то что некрасиво это даже неправильно то есть мы не можем рассуждать об этом поэтому давайте мы этот вопрос никогда поднимать не будем при общении другими людьми поэтому про качество если начинают они с вами спорить вы просто этот вопрос не обсуждайте ну как будто бы не слышите все духи но у нас тоже в эйвен faberlic прекрасные ароматы смотря как наносить если наносить их правильно то я бы сказала что они будут более устойчивые чем в эйвен в эйвен я это мое личное мнение я считаю что там ароматы более такие скажем жесткие более спиртовые там сначала идет очень долго запах спирта потом уже начинают раскрываться ароматы но это мое личное мнение поэтому давайте не будем сравнивать именно и качество давайте посмотрим какие же цены нам предлагают то есть очень часто вы слышите уверенно что обсуждая предлагая регистрацию нашей компании да возникает вопрос о ценах ну вот давайте рассмотрим цены например краска для волос компании и вон стоит 265 рублей краска в компании faberlic стоит 169 рублей то есть разница есть то есть мы не то что сравниваем да а мы просто видим эту разницу что у той что у другой компании я взяла фотографии именно на которых сказано что это стойкая крем краска дальше давайте рассмотрим к примеру возьмем декоративную косметику губные помады то есть помады faberlic стоят примерно 149 рублей 209 есть конечно и выше но я рассмотрела среднюю стоимость и в компании и вам помады в среднем стоят 249 рублей скажу сразу я взяла фото именно скажем не при ценовой категории есть помады которые стоят 259 рублей ну и соответственно есть и выше цены то есть мы уже сразу с вами видим до ценовую политику следующий момент хотела бы рассмотреть средства по уходу за кожей потому что все мы очень часто пользуемся возьмем косметику из натуральной серии в компании иван это называется нейчерал серия стоимость этих продуктов скажем так недорогая 125 рублей все средства компании faberlic вы прекрасно видите что средства стоят 99 109 рублей то есть разников разница в ценах очевидно вы это видите и можете в принципе не споря с конкурентом да просто сказать что привести именно конкретно эти примеры взять эти две серии взять краску для волос и уже предложить им непосредственно обоснованные свои ответы но про качество еще расскажу что мы качество не обсуждаем поэтому просто посмотрели цены давайте рассмотрим срок годности возьмем к примеру наш увлажняющий гель для душа и мы видим что срок годности если кому не видно то на экранчике сверху вы увидите лупу с плюсиком можно увеличить и посмотреть внимательно указан срок годности 24 месяца срок годности данного геля посмотрим аналогичный крем гель иван срок годности составляет три года вся косметика иван хранится три года я считаю что чем срок меньше хранения тем лучше потому что производитель использует значит наименьшее количество консервантов то есть я считаю что когда срок годности маленький то данный продукт более натуральный и более безопасны для нашего использования то есть да многовато я согласна так гель для душа мы рассмотрели давайте рассмотрим к примеру что чаще всего покупает это жидкое мыло например так слайд загружается 24 месяца также хранится наше мыло вишневый конфитюр на вот ему отображается вот я вам специально предоставила к 22 28 вы это все можете проверить реально на своих баночках возьмем аналогичный аналогичное мыло его смотрим также здесь указано три года с даты производства то есть она опять же продукция хранится три года так рассмотрим крем для ног лосьон да аналогично три года здесь мы видим что срок годности три года то есть я решила рассмотреть разные категории продукции чтобы мы понимали что действительно наш ну да например вот смотрите 18 месяцев хранится крем для ног ну 24 месяца за два года да все верно в иван три года скраб для ног и иван также хранится три года смотрим наш скраб из серии про ноги он хранится 18 месяцев ну и возьмем крем для лица средства по уходу за лицом крем дорогой из дорогой серии взяла крем и new иван он хранится аналогично также три года и взяла из серии эксперт фаберлик и здесь прописано что он хранится 18 месяц вот здесь мы видим 18 месяцев с даты изготовления ну не то что качество лучше а состав получается немножечко другой чем меньше срок хранения тем лучше состав более натуральный я считаю для меня это важно так давайте посмотрим теперь какие акции есть в каталогах то есть с позиции покупателей с позиции клиентов эйвен давайте посмотрим да то есть что в компании эйвен что компания фаберлик проводят такие акции один плюс один равно три то есть при покупке двух продуктов третье мы получаем в подарок эти акции есть в обеих компаниях акция в каталоге закажи допустим аромат получи комплимент в подарок в компании фаберлик получить на к примеру гель для душа в подарок за один рубль обратите внимание в компании эйвен все комплименты о 30 рублей то есть такой подарочек за 30 рублей купи себе подарок да танк все верно меньше консервантов меньше срок хранения рассматриваем какие еще есть предложения в каталогах любой к бальзам так минуточку панель управления пущу не видно любой крем или бальзам 65 рублей при определенных условиях у нас тоже есть да такие предложения называется бонус за покупку то есть вот компания фаберлик предлагает в этом случае скидка будет на такой на такое предложение либо 20 либо 26 процентов вернусь на слайд обратно не уточнила вам тот момент что на такие предложения в каталогах эйвен фиксированная скидка 15 процентов то есть независимо у них есть скидка 30 процентов 27 независимо на то от этого скидка всегда на спецпредложение 15 процентов в компании фаберлик в каталогах предлагается скидка на такие предложения 2026 купоны мне вот очень нравится акция с купонами в эйвен также предлагается в каталогах скидка по купонам 500 рублей то есть к примеру да закажи любые средства на 1000 рублей получику купон на 500 рублей сейчас мы посмотрим что он дает и каким образом вообще эти купоны действуют а вот мы купон прямо сделали заказ получили купон и смотрим условия что этот купон можно использовать только с определенных страниц то есть вот указаны внизу странички где будет действовать данный купон интересно найду ли я среди этих страниц то предложение которое меня заинтересует и вот к примеру можно купон потратить на покупку данной сумки тоже встает вопрос а нужна ли мне эта сумка и предложение очень интересно что без купона черная цена 1200 а с купоном получается 700 рублей но надо сказать что в принципе и в без акции когда идут каталоги можно посмотреть сумка будет примерно стоит также 799 800 понятно что цены сейчас выше я взяла этот эту картинку именно из каталога номер три третий каталог 2015 года ну потому что не нашла раньше просто помню что именно в этот момент действовали эти купоны поэтому решила вам именно показать то условия ну я считаю что для клиента это не очень интересное предложение покупать то что тебе предлагает компания не то что ты хочешь давайте рассмотрим наши купоны купон скидка 50 процентов обратите внимание на любой продукт то есть вы получили этот купон делали заказ на 999 рублей вам компания подарила купон и вы его можете потратить на свое усмотрение на любой продукт мне вот это нравится что я могу открыть каталог так рано делать выводы лена подождите еще с выводами мы еще не дошли до конца скидка 50 процентов на любой продукт вот это мне нравится так ну а теперь давайте рассмотрим позицию представителя чтобы стать представителем можно в компании и он зарегистрироваться абсолютно бесплатно но при этом нам необходимо будет предоставить паспортные данные то есть без паспортных данных регистрация невозможно после того как паспортные данные вводятся в систему необходимо дождаться присвоения компьютерного номера на это занимает время от 15 минут и больше то есть пока данные примутся обработаются присвоится компьютерный номер то есть на это уходит время после того как время прошло на мы получили компьютерный номер мы должны самостоятельно пойти сформировать на сайте пароль то есть ввести свои данные снова свой компьютерный номер данный и нам придет пароль то есть это опять же какая-то да такая сложность скажем так регистрация через квест я бы сказала прежде чем попасть на страницу свою свой личный кабинет нужно обязательно пройти какой-то квест как происходит это все в компании faberlic регистрация бесплатно паспортные данные не требуются компьютерный номер присваивается называется здесь регистрационный номер моментально тут же приходит компьютерный номер регистрационный номер по другому и тут же приходит пароль sms сообщением все и консультант может смело заходить на свою страницу и размещать заказ тут же все очень быстро происходит что может получить представитель после регистрации то есть также существует акция новичка представители регистрируются выполняет определенные условия делает заказ на определенную сумму как правило эта сумма 1699 рублей по ценам каталога и в следующем каталоге он получает этот подарок подарок нужно заказать если представитель забыл заказать подарок то он его уже не получит скажем все поезд ушел проехали скажем так если очень забывчивый либо координатор представителю не напомнил о том что нужно подарок заказать то наш новичок останется без подарка и за этот подарок нужно обязательно заплатить 30 рублей до подросла 1600 нужно сделать заказ на 1600 обратили внимание до подарочки за 30 рублей получаем как же происходит это у нас компании faberlic аналогично подарок идет за регистрацию при выполнении определенных условий сумма разная бывает от 1299 до 2000 то есть на это я служу потому что в прошлых каталогах был аромат подарок за заказ на 1999 рублей подарок получает консультант за 1 рубль это реально подарок я считаю что один рубль можно заплатить за то что тебе прислали такой подарок 30 рублей тоже конечно вопрос и подарок можно забрать течение трех каталогов тоже считаю что это очень удобно если забыл если какие по каким-то обстоятельствам там сложности возникли до компания все равно напомнить тебе о том что ты дорогой мой подарок заслужил будь добр забери не будь забывчивым но реально можно его забрать течение трех каталогов тоже очень здорово давайте рассмотрим скидку за скидку вообще очень интересно вы знаете вот хочу с вами поделиться когда составляла я презентацию и до этого я считала что в компании иван все легко и просто все на самом деле все просто скидка подарки а когда составляла презентацию я поняла что такая каша что тут реально нужно понимать и разбираться и новому координатору очень трудно вникнуть во все это потому что скидка для новичков одна для старичков она другая она меняется в зависимости от суммы заказа тут не так все просто все оказывается на самом деле сложно не как у нас давайте посмотрим система скидок на первый заказ когда новичок делает его на 1600 рублей он получает скидку 30 процентов то есть компания нацелена на то что первый заказ нужно как человека привлечь завлечь его скидкой а потом ну простите давайте набираете заказ делать начинаете включать все работы будете получать свою большую максимальную скидку все 30 процентов получил представитель далее он делает заказ и он будет у него зависеть от суммы самого заказа к примеру если заказ менее чем 1600 скидка 15 процентов и тогда берется сумма за доставку сервисный сбор заказ от 1600 до 4 620 процентов от 4600 до 9025 и свыше 9030 процентов скидка накопительная но в принципе это понятно о чем идет речь накопительная в том плане что если в течение одного каталога делается несколько заказов то заказы суммируются то есть к примеру первый заказ был на 5000 рублей он получает скидку 25 процентов потому что он подпал вот в этот диапазон тем видно мышкой вожу вот он попал вот сюда он получает 25 процентов второй заказ он делает на 4000 рублей и тут складываются два заказа 5000 плюс 4 не видно мышку смотрите оксана вон видит то есть смотрите заказы сумминируются 5000 плюс 4000 получается 9000 и того он получает скидку уже вот на этот маленький второй заказик 30 процентов ну то есть тут тоже надо высчитывать смотреть не всегда с первого раза представители понимают вообще о чем идет речь и долго врубаются дальше рассмотрим теперь скидку представителей когда он уже 6 каталогов посотрудничал с компанией там идет немножечко все по-другому так смотрите здесь аналогично идет скидка начиная делиться на базовую скидку и на активную скидку чувствуете уже начинает темный лес и уже начинаю туго соображать что к чему почему так именно что значит начну с того что активная скидка это добавление процентов за то что представитель каждый каталог делает стабильный заказ если он пропускает каталог то он начинает получать базовую скидку вот эту то есть при заказе от до 1600 скидка 15 процентов всегда от 1600 до 2 200 10 скидка если он пропускал каталоге 15 процентов если не пропускал то 5 процентов добавляется и он получает 20 процентов при заказе о 2 200 до 4 600 скидка давайте будем рассматривать итоговую 23 процента от 4 600 до 9 027 у представителя и свыше 9000 31 дремучий лес сейчас мы все заблудимся я как сусанин буду вас выводить то есть вы понимаете что максимальную скидку в 31 процент можно получить только в том случае если заказ на 9000 рублей не так все просто накопительная скидка здесь действует так так идем дальше давайте посмотрим скидку в компании фаберлик возможно сейчас я для кого-то сделаю открытие что в компании фаберлик есть максимальная скидка 33 процента эта скидка предоставляется на продукцию и под маркой сингаро то есть если вы если вы являетесь простым покупателем ваши заказы в каталог менее 50 баллов то на простой ассортимент вы имеете скидку 20 процентов если вы покупаете продукцию из серии сингара то ваша скидка 28 процентов так если вы делаете заказы на 50 баллов то ваша скидка в следующем каталоге 26 процентов на продукцию сингаро 33 фиксированная скидка у нас 20 процентов всегда на одежду нижнее белье и аксессуары легко просто если вы новичку будете объяснять он поймет когда 20 и когда 26 не обращайте внимание что такое торговая наценка мы этим понятием не пользуемся вот скидка 20 процентов и 26 рассматривайте эти варианты я не стала здесь убирать эти заблуждения просто не обращайте внимание ну то есть легко объяснить новичку консультанту вот эту разницу я думаю что легко разобраться да то есть про наши 33 процента тоже можно говорить пускай покупает нашу прекрасную продукцию серии сингаро 28 33 это предоставление скидки от компании то есть если вы покупаете сингару Наталья то у вас скидка 28 процентов если вы меньше чем 50 баллов делаете заказы если вы делаете заказы на 50 баллов то у вас на продукцию сингаро 33 вот пожалуйста обратите внимание вот сюда то есть товары под маркой сингаро для вас возможно это было открытие имейте ввиду что у нас есть такая скидка так давайте идем дальше и рассмотрим скажем так назовем ее стартовой программы представителя в течение первых пяти каталогов их всего шесть шагов первый шаг это вот как раз подарок за регистрацию то есть делаем заказ на 1600 получаем в подарок заявленный приз за 30 рублей далее второй шаг делаем в следующем каталоге делаем заказ либо два варианта предлагается 2000 рублей либо 4000 то есть если представитель на 50 баллов надо если смотрите светлана если вы в текущем каталоге например каталог номер 18 делаете 50 баллов то в следующем каталоге каталоге номер один 2017 года вы получите 33 процента на продукцию сингара и 26 процентов на продукцию кроме одежды и аксессуаров нижнего белья давайте так вот вопросы у вас какие будут мы с вами в конце их все обсудим чтобы не отвлекаться хорошо так давайте рассматриваем вторую компанию при заказе на 2000 рублей вы получаете набор для ухода за волосами если делаете заказ на 4000 рублей получаете вот такой подарок еще обратите внимание что также как и скажем в компании фаберлик сначала выполняются условия в следующем каталоге заказываются подарки подарки платные 30 рублей выявление от 30 рублей есть подарки за 30 рублей за 50 за 100 и выше так третья компания сотрудничества аналогично делаете заказ на 2000 рублей получаете вот такой наборчик там идет средства крем вокруг глаз и блеск если заказ на 4000 получаете аромат в подарок так разместите заказ в четвертой компании на 2000 аромат получаете стоимостью примерно в каталоге стоит рублей 700 по цене каталога если на 4000 то получаете другой аромат более высокой категории так у нас это не подарки у нас не подарки 299 рублей стоят а наборы стоимость которых в каталоге больше 1000 рублей то есть вы эти наборы берете пользуетесь и можете свои эмоции рассказать клиентам поделиться своими эмоциями я считаю что за такой шикарный подарок который состоит из пяти средств заплатить даже те же самые 299 рублей их можно также либо продать по отдельности каждое средство вы получите больше я бы с удовольствием я вот закончила стартовую программу вот честное слово я бы с удовольствием прошла ее еще раз и мне не жалко эти 299 рублей потому что они реально окупались и все этой продукции я пользовалась для того чтобы познакомиться с продукцией потому что я не знала я пришла в компанию я абсолютно не знала продукта ни разу не пробовала вот за все время я реально ни разу не пробовала поэтому попробовать эти наборы пройти по старту и было для меня вообще супер так ну и пятый шаг в компании если вы делаете заказ там уже не важно какую сумму делаете заказ просто вы размещаете заказ получаете 50 баллов в иван клуб ну и там уже начинается шестой компании сам этот иван клуб мы его тоже рассмотрим обязательно подробно рассмотрим что это такое сравним этот клуб да с нашей программой так давайте как раз перейдем к тому что вот мы уже начали говорить о том что стартовая программа для консультантов в зависимости от того на какую сумму вы делаете заказ мы получаем эти наборы никто ведь не говорит ни компания не говорит что это подарки понимаете компания так и заявляет что вы можете получить набор эксклюзивных продуктов по выгодной цене 299 рублей либо 99 рублей если бы это озвучивалось и говорилось что вы получите в подарок набор это другой разговор а здесь конкретно говорится что это набор продуктов по выгодной цене если иван заявляет что это подарки за 30 50 рублей то компания фаберлик так не заявляет он говорит как есть все со стартовой мы разобрались не будем на ней останавливаться я уверен что все вы прекрасно знаете что это за программа и нет смысла еще раз ее обсуждать наконец-то вот мы дошли до программы эйван клуб что это такое то есть так же как и в компании фаберлик есть эйван клуб в котором получают баллы и которые обменивают на призы сейчас мы подробнее рассмотрим как эти баллы начисляются баллы в компании эйван зависят от того на какую скидку вышел представитель то есть если потом представитель разместил заказ на 23 процента он получит 23 балла если это новый представитель он делает заказ он получает 31 процент и соответственно эти 31 балл падает ему в копилочку в следующем каталоге он к примеру снова размещает заказ тут предлагается что он размещает заказ на 31 процент почему то непонятно и получает 51 балл не знаю почему так они тут нарисовали в общем баллы суммируются и баллы можно потратить только в третьем каталоге то есть вот смотрите да вот к примеру в 14 каталоге представитель делал заказ он получил свои баллы в 15 каталоге он получает размещает заказ и снова получает баллы но потратить их не может и только уже в третьем каталоге сотрудничества он получает еще баллы и может потратить из них только 31 то есть первые заработанные это знаете как считается вот 31 балл он получил в следующем каталоге он их подтвердил нужно их подтвердить и только потом он их может потратить да Женя безумно сложно темный лес баллы сгорают смотрим как они сгорают если представитель не разместил заказ то есть вот представляем да мы вот в 17 каталоге сделали заказ получили эти баллы в 18 каталоге мы заказ не делаем а в первом вдруг приходим и решаемся разместить заказ мы увидим что у нас баллов ноль то есть все баллы сгорели потратить их мы не можем да нужно постоянно звонить напоминать говорить о том что у тебя сгорают баллы и так далее то есть бесконечно быть круглосуточно контактировать со своими представителями то есть представители устают от нас мы устаём от них потому что каждого нужно посмотреть кто на каком уровне кто сколько баллов умеет что у него ситуация какая то есть с каждым индивидуально то есть рассыл контроль постоянный даже рассылка просто простая рассылка скажем так к своей структуре это не вариант вообще потому что каждый находится на своём уровне очень это сложно предугадать с баллами тем более дальше если вы делаете заказ но он у вас маленький меньше чем 1600 то баллы также сгорают но есть начисление дополнительных баллов то есть дополнительно баллы начисляют если вы представитель к примеру я координатор представитель мне рекомендует человечка свою подругу к примеру зарегистрироваться я её регистрирую указываю данного представителя как рекомендованное лицо и он получает дополнительно 10 баллов и также 10 баллов начисляются представителю в день рождения такой подарочек от компании то есть максимум в каталог он может получить получается 51 балл вот они 51 балл совместно все вместе с вами разобрались откуда взята эта цифра 51 балл все поняли да ну и тут мы каталог пропустили все баллы сгорели давайте посмотрим на призы какие компании призы предлагает нам за наши баллы взяла несколько значит страничек там примерно вот таких вот страничек по 9 предложений ну примерно 12 когда 12 19 вот так примерно честно скажу ерунда полная я являюсь в компании кстати вот сейчас начала с вами разговаривать и вспомнила что забыла скорее всего указать здесь про еще один клуб он делится на эксперты на премиум мои продажи в компании составляли в новогодние каталоги 137 тысяч был самый большой заказ кстати в следующих каталогах в следующих вебинарах обязательно с вами поделюсь как делать такие огромные продажи а так в среднем мои продажи составляли 60 тысяч рублей за каталог естественно я попадая туда в этот премиум клуб имела баллы вот на данный момент скрины не делала из своего личного кабинета считается что это не очень хорошо некрасиво но могу сказать что у меня на данный момент накоплено 6 тысяч баллов потратить мне их не на что не могу потратить 6 тысяч баллов а некоторые представители не могут их потратить из-за того что не могут накопить то есть вот эти предложения не каждый каталог меняются каждые 3 каталога меняются вот следующий слайд мы с вами посмотрим какие подарки то есть сколько каталогов нужно копить чтобы получить вот это платье за 355 баллов оно в этом каталоге есть следующим этого платья может не быть смысл копить мне если я не смогу потратить на то что что мне сейчас предлагается. Сумму, вы видите, сколько нужно отстегнуть за тот подарок, который вы хотите. Так, смотрим следующий слайд. Ну, есть, конечно, и недорогие. Но вы можете для себя элементарно из этих трех слайдов, которые уже успели посмотреть, что-то выбрать себе. Вот я, честно говоря, на 6000 баллов выбрать ничего не могу. Не карандаш, вот мне он не нужен за 35 баллов. Это сколько мне на карандашей на 6000 штук? Куда мне их солить? Ну, мне нечего выбрать. Вот реально, я не могу потратить свои баллы. Какие-то там карандашики, какие-то лаки, ерунда какая-то, блокнотики из бизнес-аксессуаров, зонтики. Ну, я не знаю, почему не могут придумать. Когда вообще компания запустила эту программу, Avon Club, подарки реально были шикарные. Шикарные, прикольные. Сейчас очень редко, когда такое бывает. Бывает водичка, да, но если вы в первый же день действия каталога не сделали заказ и не заказали эту водичку из Avon Club, вы ее не получите. Если тут у нас есть представители, координаторы в чате вот сейчас из Avon, вы прекрасно знаете, что если вы не сделали заказ быстренько в первые дни, то вы останетесь без водички, если она была. Так, ну и вот есть премиум-клуб. Подарки тоже я вам сделала, слайд. Здесь идут разные подарки наборами за 850 баллов, за 600, за 500. То есть вот, в принципе, на слайде видно. Я свои баллы тратила на ароматы, мне ароматы пришли не все заявленные. Интереснее, но, Кать, ну сама рассуди, сколько тебе придется времени копить. Не все же такие продажники, которые делают продажи по 40-60 тысяч в каталог, таких не очень же много. Больше тех, кто делает заказы средние по 5 тысяч, правильно? Поэтому очень сложно, скажем так, набрать такое количество баллов и потратить на... Ну сложно, ну вот реально сложно. Если бы было просто, я бы вам так сказала. Да, просто можно накопить. Понимаете, моя цель не очернить компанию Avon. Нет, моя цель именно рассказать вам, какие есть предложения у компании, какие есть предложения у Фаберлик, чтобы вы могли правильно общаться с людьми при рекрутировании. Ну вот рассмотрели, да? И вот буквально следующий слайд у меня уже идет именно по Фаберлик-клубу. Здесь у нас 1 балл равен... Бонусы это называется правильнее. На сколько баллов у вас был заказ, столько бонусов вы получили. То есть если вот я делаю заказ на 100 баллов, я считаю, я являюсь VIP-консультантом, то я и получаю 100. Ну на 100 баллов-то, на 100 бонусов, сколько я подарков могу заказать? Потратить 15 баллов и заказать 6 шампуней, к примеру, в подарок своим клиентам, в себе в подарок что-то. Я считаю, что именно в Фаберлик-клубе реально что-то подобрать для себя. Ассортимент большой и вся продукция представлена в каталоге. Если хочешь, можно взять жидкое мыло для кухни, правильно устраняющие запахи. Поэтому можно взять. Мне еще безумно нравится, что если вдруг по каким-то причинам мой заказ совсем маленький, вот буквы маленький совсем, да, там на 1 балл, то мои предыдущие баллы не сгорят. Не важно, просто я сделала заказ и эти баллы останутся, они будут дальше копиться. И если вдруг по каким-то причинам я пропустила каталог, то я потеряю баллы только за предыдущий период, а не полностью все накопленные. Вот накопила я 500 баллов. Вот, допустим, в 18 каталоге я не сделала заказ. А в прошлом у меня было 100. Я потеряю только 100 баллов, а не все мои 500. Я считаю, что это более интереснее предложение. Так, идем дальше. Давайте рассмотрим каталоги. Тоже больная тема, постоянно про это говорится. Цена каталогов. Один каталог стоит в компании 36 рублей. Такая цена обусловлена тем, что есть в каталогах ароматизированные странички. Да, здорово, что можно страничку потереть и ощутить ароматы, не покупать пробники. Хотя бы элементарно, ну вот направление ароматов хотя бы послушать. Примерно нравится, не нравится, там уже решить, брать пробник или не брать. Да, здорово. Но я рассчитываю, я надеюсь, что компания Фаберлик тоже что-то придумает. И у нас тоже будут каталоги с ароматизированными страничками. Но на данный момент меня устраивает, что каталоги наши стоят дешевле, 30 рублей. Чем больше каталогов в AVEN мы заказываем, тем они получаются дешевле. Ну да, Жень, я тоже уже привыкла. У меня уже нет такой проблемы. Я вам заказала кучу пробников. Вот. У меня все пробники всех ароматов есть, я проблем не ощущаю. Я вам не выложила фото. Пробник, как выглядит пробник AVEN. Попробую вам сейчас показать. Я не знаю, насколько хорошо камера показывает. Возможно, сейчас удастся мне показать разницу. Чтобы вы понимали. Нормально показывает. Отлично. Вот, смотрите. Видно, да? То есть, пробничек AVEN и пробничек Faberlic. Разница очевидна. То есть, вот малюсенький пробничек. Не знаю, видно, нет, да? Вот он малюсенький совсем. И вот, вы видите разницу. Разница очевидна. Видела, кто-то выше писал, что каталог Faberlic стоит 15 рублей. Это 15 рублей вкладывается автоматически в наш заказ. Каталог за 15 рублей. Если вы заказываете дополнительно каталоги, то он будет стоить 30 рублей. На следующем слайде я это вам покажу. Также есть наборы каталогов для членов премиум-клуба. 25 штук стоит 475 рублей. И для координаторов можно заказать 25 штук, либо 50, там стоимость тоже меняется. Да, Таня, они там маленькие, реально. Почему 30? Потому что мы сейчас посмотрим это на следующем слайде. Зоя, ни разу не обращали внимания, сколько стоит каталог. Так, вот у меня немножечко презентация съезжала. Смотрите, одна штучка стоит 30 рублей. Если вы заказываете 5 штук, то стоимость будет 99 рублей. Олеся, повторяю, 15 рублей каталог Faberlic стоит, который вкладывают автоматически. Компания нам вкладывает автоматически в заказ каталог за 15 рублей. Ну, чтобы, знаете, да, ну а так-то он стоит 30 рублей. Дополнительно будете заказывать одну штуку, он вам обойдется в 30 рублей. Если 5 штук, то заказываете, заплатите 99 рублей, получается штучка 19 рублей, там 80 копеек что ли. Да, опять дешевле, конечно. Угу. Все верно. Так что, в принципе, получается, что стоимость каталога, она здесь дешевле. Я вообще беру как вип-консультант 10 штук. А если честно, я вообще покупаю 30 каталогов. Еще раз говорю, что о том, сколько каталогов беру, зачем и как сделать продажи больше 100 тысяч рублей в каталог, я вам обязательно расскажу. Я поделюсь с вами своим секретом. Угу. Так, давайте дальше. Дальше. У нас просто дремучий лес, и нам нужно через него пробираться. Ну, уже после Нового года вам расскажу. Конечно. Так, девочки, мальчики, рассматриваем. Все глубже забираемся в лес и смотрим, что компания Avon предоставляет, значит, есть сдача, которая делится на группы. Кстати, я начала говорить о том, что не все время нужно говорить о компании Avon плохо. Мы о ней, в принципе, плохо не говорим. Компания замечательная, просто у нее свои какие-то есть нюансы. Но могу вам сказать о том, что каталог бесплатно вкладывается. Вот в Faberlico он вкладывается за 15 рублей, а в Avon он вкладывается за 5 рублей. То есть есть разница. Ну, один за 5 рублей, ну, мы тоже от нас не убудет, если мы 15 рублей заплатим. Ничего страшного. Ну, есть такая разница. Не все же говорить, да, положительно. Нужно говорить и об отрицательных моментах, хотя я этот момент отрицательным не считаю. Так, группы сдачи заказов А, Б, С, Д, Е. Смотрите. Компания Avon делит всю Россию на регионы. Эти регионы делятся на территории. Всего в Avon 4 региона, и каждый поделен на территории. Всего, не территории, а дивизионы они называются. Дивизионов, по-моему, 24. Жень, мы про это поговорим обязательно. Дивизионов, по-моему, 24, я уже не помню. Я состою в 23-м дивизионе, но, по-моему, после нас есть еще. Не буду врать, потому что я уже давно в это не вникаю. В общем, более 23 дивизионов, которые разделены на территории. В каждом дивизионе 12 территорий. А, в 20, вот, по-моему, сейчас, по-моему, 32. Сейчас начинаю вспоминать, Елена, по-моему, 32, там же еще Крым добавился. Неважно, нас это мало интересует. Просто, чтобы вы понимали, что на каждой, в каждом дивизионе есть свои группы сдачи. А, Б, С, Д, Е. То есть, каждая группа сдает заказы в определенный день недели. Группа А сдает в среду, группа Б в четверг, С в пятницу, Д сдает по субботам, Е по воскресеньям. Это все нужно объяснить новичку. Объяснить, почему он относится к этой группе. К примеру, я из города Екатеринбурга. И в моем городе две группы сдачи, группа С и Д. И если у меня приходит представитель зарегистрироваться, я ему должна разжевать. Почему он относится к группе С, а если он будет получать на другой почте заказ, то он будет относиться к группе Д. Если он размещает заказ по группе С, сделает его, заказ оформит в субботу, то он его получит практически через 10 дней, то есть через полторы недели. Это все надо объяснить. На это надо время. Вот представьте, да, пришел человек, или я там, не важно, в интернете с ним общаюсь, я должна проверить, где он будет получать, группу доставки посмотреть, все это ему объяснить. Да, опять сложно, да, непросто. Я думаю, что, возможно, нам каждый с вами момент можно разжевывать очень долго, и ни один вебинар можно проводить на эту тему. Так, ну, то есть вы поняли, да, что тут идет сложность со сдачей заказов. Не так все просто. Дальше поехали доставка. Давайте рассмотрим доставку. Доставка есть почтой России. С 1 декабря были введены новые изменения. Раньше почта являлась как пункт выдачи, то есть отправляется заказ, он приходит на почту, по отдельным спискам его получали. Сейчас доставка почты именно посылками. То есть, и вот представьте, компания Avon 20 лет существует в России, и заказы получала просто как на пункте выдачи, сейчас получают на почте. Шок, реально, вот у представителей шок, потому что все это очень сложно перестроиться. Доставка со второго каталога будет платная, 29 рублей за весь заказ. Сейчас, бесплатно пока, на почту, присваивается, так же, как, скажем, в Фаберлике доставка через почту, присваивается трек-код, по которому идет отслеживание заказа, где он находится. Ну, мы с этим сталкивались, мы знаем, о чем идет речь, да, мы, кто-то из наших консультантов получает заказы по почте, мы все это, скажем так, пережили. Для нас удобно, в принципе, согласитесь, что если у нас человек находится где-то в глубинке, еще сейчас скажу один момент, если у нас человек находится в какой-то глубинке, в дремучей деревне, согласитесь, что он сможет, в принципе, по почте получить заказ. Вейван почтовая доставка есть, но она не на все почтовые отделения, а только те, которые есть в определенном списке. То есть, ну, не все смогут заказы получать. Дальше. Нету вейван пунктов выдачи, нет. Раньше пунктами выдачи считались почтовые отделения. Их называли пункты выдачи. Но опять так же, не все почтовые отделения выдавали заказы. Дальше, давайте рассмотрим альтернативные каналы. То есть, в некоторых городах есть домашняя доставка, и она будет стоить 69 рублей. То есть, заказы будут привозиться на дом. А, насколько я знаю, это всего Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Но, так как, скажем, в моей структуре не было представителей с домашней доставкой, я в подробности, где конкретно она есть, не вникала. Но то, что она есть, есть, да, действительно есть, стоит 69 рублей. Коммерческие пункты выдачи. То есть, это такие, как, видимо, офисы, которые работают раз в неделю, где заказы отправили и получили через, грубо говоря, через неделю. Раньше у компании была еще срочная доставка, где заказы доставлялись через день. Сейчас с ними сложновато, с этими заказами, с срочной доставкой. Также есть доставка на постаматы, пикпоинтинг, пост и гермес, евросеть и связной. То есть, вот, скажем так, в этих салонах связи также выдают Avon. Стоимость таких заказов 69 рублей. И 69 рублей экспресс-доставка, это только в Москве и Санкт-Петербурге. Ну, то есть, когда мы разговариваем с конкурентами, да, они говорят, что у них есть бесплатная доставка. Да, действительно бесплатная доставка есть. И с этим не поспоришь. Действительно есть. Ну, и есть также платная доставка. Можно сказать о том, что, например, доставка продукции от компании Avon приходит в ужасном состоянии. Я, конечно, не стала уже совсем борзеть реально и выкладывать вам фото, в каком состоянии приходят заказы. Но если вы пойдете, к примеру, возьмете группу ВКонтакте официальную, найдете, там девочки выкладывают фотографии, в каком состоянии приходят заказы. Либо возьмете другую какую-нибудь группу Avon, поройтесь в фотоальбомах, то вы можете найти фото, именно в каком состоянии приходит продукция. Очень часто приходит она в ужасном состоянии. Светлана, да, есть доставка и дороже. Я говорила, скажем так, о Центральной России. Если взять, например, Якутию и Дальний Восток, там доставка еще дороже. По-моему, 1200 даже где-то есть. Ну, очень дорого. На Кавказ тоже очень дорого. Мы рассматриваем основные моменты. То есть можно, если, по идее, можно углубиться и посмотреть доставку по другим регионам более, да, Дальний Восток, более отдаленные. Поэтому вы прекрасно знаете, сколько она стоит, да. Что, в принципе, скажем так, чтобы совсем не шокировать, я назвала и предоставила стоимость доставки именно по Центральному региону, чтобы не так шокировать. Но есть и дороже, да. Ну, мы не стали это рассматривать. Так, давайте дальше посмотрим. Посмотрим по Берлик. Доставка. Вот что мне нравится. Отправка в любой день. Красота. Если это последний день каталога, воскресенье. Я смело могу отправить заказ. Я знаю, что его обработают. Он придет. Супер здорово. Если в Вейване вот эти вот группы доставки А, Б, Ц и Е, каталог действует у них до вторника. То есть в понедельник, последний день. И вот представьте, группа, я вам говорила, что они отправляют заказ в среду. Вот они в среду заказ отправили до окончания каталога еще 5 дней. А они заказ отправить не могут, его не обработают. А смысл тогда вообще, да. Я не понимаю смысл. Так, у меня все зависло. Вы меня видите, слышите? Да, в последний день добиваем. Все правильно. Я так же, бывает, что у меня клиенты просыпаются, или я сама прочитала отзыв девчонок, что они там супер какое-то средство, что в последний день взяла, отправила в заказ. А там нет, в Вейване нельзя так. Нет, вот существует определенная группа доставки, все, отправляем. Пункты выдачи есть, да, мы получаем заказы на пунктах выдачи, на агентских пунктах, по-другому мы их называем. Это что-то типа офисов, да, кто не знает. Это что-то типа офисов в Аберли, где мы приходим и получаем заказы. Также у нас есть доставка на почту, есть доставка через постаматы и домашняя доставка. Пусть не во всех регионах, пусть не во всех городах, но она есть, и мы об этом можем смело говорить, и мы можем говорить о том, что компания, в принципе, расширяет возможности. Так, поехали дальше. По способам оплаты давайте поговорим. Тоже очень интересный момент. Существует три вида оплаты заказов. Заказы предоставляет компания в кредит, то есть заказ оформляется, представитель получает заказ, и он обязан его по новым условиям оплатить в течение 10 дней. Раньше было в течение 5 дней. Если представитель вовремя не оплачивает заказ, то он должен будет заплатить пене в размере 0,3 за каждый день просрочки. Также есть предоплата, 100% предоплата, то есть под такую оплату, скажем, заказов попадают представители, которые когда-то нарушили моменты оплаты. Бывают, да, Лена, бывают и не платят. И оплата при получении. То есть это через постамат, либо это город Якутск или Норильск, то есть тоже отдаленные города, где оплата при получении. То есть это тоже ввели не так давно. Так, дальше. Оплата в компании Фаберлик. Есть отсрочка в некоторых регионах. Это что-то тоже, скажем так, что-то типа кредита. Есть предоплата. Предоплата у нас, как правило, на почте, правильно? Да, то есть заказ мы отправили, если через почту, мы его должны оплатить, только после этого компания нам заказ обработает. И оплата при получении. Я считаю, что очень удобно. Я не переживаю за должников, я не переживаю, что у меня консультанты разместят заказ и не оплатят. И это как-то повлияет на меня. Я за это не переживаю. У меня нет таких переживаний. Дальше. Самое главное, что, ну вот опять слайд съехал, представитель не может регистрировать других представителей. К примеру, я являюсь представителем. Моя подруга Маша захотела зарегистрироваться. Говорит, Лен, зарегистрируй меня. Я говорю, Маша, простите, но я не могу. У меня такой возможности нет. Я не имею права регистрировать других людей. То есть для того, чтобы регистрировать и начинать строить бизнес и развивать свою структуру, необходимо стать координатором. Как же происходит это все в компании Фаберлик? Если вдруг Маша пришла и говорит, Лен, ой, я тоже хочу заказывать продукцию со скидкой. Я говорю, Маш, да без проблем, давай сейчас тебя зарегистрирую и будешь заказывать. Все, я ее зарегистрирую под собой. И у меня есть полноценная структура, да, она растет. А если я ВИП-консультант, я не хочу никого регистрировать. Хочу, не хочу, компания регистрирует сама. Компания сама строит подо мной структуру. Я не прикладываю усилия, я просто делаю заказ на 100 баллов. Круто? Я считаю, что круто. Так, дальше. Давайте рассмотрим самое интересное, возвраты. Возвраты в AVEN можно сделать в течение двух месяцев выставления счет-фактуры. Для начала нужно оформить возврат в электронном виде, то есть на сайте есть электронный возврат. Далее мы оформляем, идем возврат на почту, покупаем упаковку за свой счет, упаковываем товар и отправляем в компанию. Оплачиваем пересыл, то есть мы должны заплатить за то, что мы отправляем возврат. Я вам рассказываю сейчас новые условия. Компания делает компенсацию 200 рублей и возврат денег за возвращаемый товар на счет в течение 28 дней. То есть если я вернула, например, брак, мне пришла какая-нибудь бракованная продукция, головная боль, все верно, я ее отправляю обратно и жду в течение 28 дней, мне деньги вернут. Да, там есть декларации, можно задекларировать возврат, что эта сумма не будет читаться в долг, но это опять темный лес. И, как правило, все равно проценты компания начисляет за то, что долг же висит, ну и что, что у тебя оформлен электронный возврат, он висит. И если вы когда что-либо отправляли по почте, то вы прекрасно знаете тарифы. К примеру, вот самый дешевый тариф я точно знаю, я занимаюсь пересылом, я отправляю посылки и могу вам сказать, что минимальный тариф это 186 рублей плюс вес. То есть 186 рублей мы платим за пересыл и еще и взвешивают товар, возвраты бывают большие. Вы сами понимаете, когда у представителя большие продажи, у него есть и отказы клиентов, которые не забирают заказ, у него есть, соответственно, и брак, продукция приходит бракованная. Если мы заказываем какую-то, например, одежду, пижаму, там, платье, они не подошли по размеру, мы их должны отправить обратно. То есть у представителей продажников большие возвраты, их много. И представьте, оформите этот возврат, и компания вернет только 200 рублей. Я вообще останусь в минусе, реально. Видимо, сделано все для того, чтобы делать меньше возвратов и хочешь, не хочешь, продавай. Да не с 1 января. Нет. Доставка по почте платная будет со второго каталога. Не с 1 января. Сейчас бесплатно. Возвраты? Возвраты уже платно. С 1 декабря изменения, компенсация 200 рублей. Компания нам компенсирует 200 рублей за оформление возврата. Так, далее. Существует штраф за невостребованный заказ. То есть, если представитель разместил заказ, но по каким-то причинам его не забрал, компания выставит штраф 400 рублей. Если, например, представитель попал в больницу, то он должен будет доказать, он должен будет предоставить справки для того, чтобы с него этот штраф списали. Так что платим штраф. Кошмарики. Так, ну и по-быстрому, да, посмотрим, как происходит это все в компании Фаберлик. Возвраты в течение 21 дня мы можем оформить. Немножечко вот тут вот значок Фаберлик закрыл. Оформляется он на пункте выдачи. Ну, у нас много пунктов выдачи, возврат, если мы получили через агентский пункт, то мы приходим и возвращаем там товар. Возврат, день, мгновенно. Вот вы пришли, отдали товар. Вам тут же, если держатель агентского пункта нажмет кнопочку, вы деньги получите тут же. Возврат на одежду в Эйвен? Есть. Там на все есть возврат. Можно все что угодно вернуть. Есть, есть, можно возвращать. И в Фаберлике есть возврат на одежду. Все, есть. Без проблем. Но мне не нравится одежда, качество, которое предлагает компания Эйвен. Ну, правда. Да, пижамки там классные. Ну, больше там взять нечего, реально. Так, идем дальше. Теперь у нас самое интересное, это координаторы компании Эйвен. Эйвен. Координатором можно стать сразу. Вот пришел представитель, зарегистрировался у меня в качестве представителя. Тут же я нажимаю и назначаю его координатором. Но после этого мы должны заключить с координатором договор. То есть подписывается договор, он приходит, обязательно личная встреча, либо если это онлайн, то человек, желающий стать координатором, он должен распечатать договор, подписать его собственноручно, предоставить все документы, копию, паспорта, страницу с фотографией, страницу с прописки, он должен предоставить с НИЛС, он должен предоставить ИНН, и он должен предоставить реквизиты счета. Заключается договор. Когда мы заключаем контракт с компанией Фаберлик, мы тоже предоставляем все эти документы. Поэтому, скажем так, тут ничего удивительного нет. Но, смотрите, в чем разница. В компании Фаберлик мы осознанно заключаем с ней контракт. Мы дорастаем до 15% и выше. Мы уже понимаем, что в этой компании можно строить бизнес, мы пришли сюда зарабатывать, мы верим компании, мы заключаем с ней договор не просто так. Мы знаем, на что мы идем, мы знаем, что это ни к чему плохому не приведет, мы знаем, что мы будем получать денежки уже в свой личный карман. Не могут набрать кредиты на ваши копии паспорта. Не могут. Это я вам заявляю, как бывший банковский работник. Не могут на копию паспорта взять кредит. Дальше. Когда человек приходит, становится представителем, он получает сказку о том, что быть координатором супер, и у него выход, ну давай попробую, и он соглашается, то есть он подписывает контракт, скажем так, неосознанно, он не понимает, что его ждет, и заключает договор. То есть я считаю, что заключения договора, в этом ничего страшного нет. И там, и там, в обеих компаниях мы подписываем договор и предоставляем документы. Поэтому, ну, вы сами понимаете, что как бы сложности есть и там, и там. Поэтому просто вы знаете, что координатор также заключает договор и предоставляет все документы. Ну, все правильно, Жень. Ну, то есть, представляешь, человек, он пришел, он еще не понимает сути работы, и сразу же соглашается на координатор. Не идут в координаторы люди. Таких очень мало. Реально, их очень мало кто соглашается, потому что не понимают. Вот, если здесь, в компании Фаберлико, он может говорить, да ладно, я попробую, будет получаться, и все. И когда у человека реально получается, он уже понимает. Я и говорю, что он осознанно заключает договор. Конечно. Поэтому, такие, скажем, люди, координаторы, Вейвен, они такие живчики. То есть это способ выживания. Выживет, не выживет. То есть мы набирали координаторов, и не знаю, доживет координатор у меня, три месяца, проживет, не проживет. Дальше, давайте рассматривать. Что же еще? Регистрации только по России. Мы можем регистрировать только жителей России. Да, координатор Вейвен может регистрировать иностранных граждан, но эти граждане должны проживать на территории России. То есть должен жить в России, получать заказы в России. Он может быть хоть откуда. То есть он может быть хоть из Украины, хоть с Беларуси, не важно, но он должен жить в России. Дальше, регистрация. Мы можем регистрировать представителей с 18 лет без проблем, с 16 лет только с разрешения родителей. И не просто так вот человек, мама, допустим, да, я согласна, чтобы мой ребенок с 16 лет зарегистрировал все у вас в компании, предоставляется полный пакет документов. То есть нужно еще подтвердить родство, что я действительно мама. То есть возникают, бывают сложности, что если у мамы и ребенка разные фамилии, то тут нужно и свидетельство о браке, и тут мама должна о своей жизни, что она делает, почему она разводилась и не разводилась, и как. То есть она должна доказать родство с ребенком. То есть нужно выстроить цепочку вот этого родства. То есть свидетельство о браке, свидетельство о разводе и так далее. Все это нужно предоставить в компанию, и тогда мы можем зарегистрировать 16-летних. И регистрация солнышком. Ну так, это уже наш, скажем так, с вами сленг, да, то есть регистрацию проводятся все под себя. То есть в первую линию мы регистрируем. Нам невыгодно регистрировать, завести координатора и помогать ему с регистрацией представителей, регистрировать ему представителей. Это невыгодно. И вы дальше увидите, почему это невыгодно. Есть программа «Быстрый старт». Да никому это не нравится, я не знаю, сумасшедшим нравится. Я была среди них сумасшедшая, и тоже мне это все нравилось. Сейчас я понимаю, просто у меня сейчас есть реально с чем сравнить, и я понимаю, какой темный лес, дремучий был. Поэтому свое мнение могу сказать, компания «Фаберлик» лучше в тысячу раз. «Быстрый старт». Также есть в компании «Быстрый старт», пресловутый, гарантированный доход, от которого у нас просто начинает колбасить, да, гарантированный доход. Вот, у меня вообще он убивает. На следующем слайде, по-моему, у меня даже, я специально выделила, что такое гарантированный. Я обратилась к словарю, я специально залезла в Google и посмотрела, что такое гарантированный доход. Это доход, получение которого не зависит ни от каких обстоятельств, и не зависит ни от каких условий. Они не называют это оклад. Ну, может быть, там кто-то и называет, но это называется гарантированный доход. Доход, который не зависит от складывающихся условий, которые обеспечены в любом случае. Вот хоть камни будут с неба падать, ты должен будешь получить эти 125 тысяч рублей. Давайте рассмотрим, что же это такое. Возвращаемся на предыдущий слайд и смотрим. Если в течение всего в компании Avon 17 каталогов, и вот они разделены, получается, на 1, 2, 3, 4, 5, 5 уровней. То есть, если первые 4 каталога координатор делает, выполняет определенные условия, квалификацию, дальше я скажу, что такое квалификация, то он каждый каталог будет получать по 2 тысячи рублей. Ему обещают 2 тысячи рублей. Говорят, ты получишь 2 тысячи рублей. Он их не получает, 2 тысячи рублей. Я вам сразу скажу. Далее, практически, Жень, 1369. Я вам покажу расчет. Мы прямо, у меня все есть. Дальше идем. Следующие 4 каталога. 5, 6, 7, 8 каталог. Он должен определенные условия. То есть, его суммарные продажи, если в первом случае суммарные продажи были 15 тысяч рублей, то нужно работать. То есть, если ты сидишь и куришь бамбук, то ты не получишь эти денежки. 43 тысячи должен быть оборот. Тогда начнет компания платить тебе по 4 тысячи рублей. Следующий 9, 10, 11 и 12 каталог нужно напрягаться и работать, находить представителей, мотивировать их на заказ. И они должны, суммарно каждый каталог, вот 9, 10, 11 и 12 нужно делать по 72 тысячи рублей. Это все в ценах каталога указано. В этом случае будут выплачивать по 6 тысяч рублей. 13, 14, 15 и 16 каталог оборот должен быть 100 тысяч рублей. Итого каждый каталог будет выплачиваться по 8 тысяч рублей. И в 17 каталоге нужно сделать оборот в 150 тысяч. В этом случае заплатит компания 20 тысяч рублей. И если при условии, что все уровни были пройдены, вот все, вот все ни одного не пропустил, все бонусы вот эти взял, в этом случае компания заплатит премиум бонус 25 тысяч рублей. На позиции вот 17 каталога нужно сделать продажи 150 тысяч и нужно, чтобы в структуре уже был один координатор. Не младший координатор, а координатор, который будет делать продажи в 43 тысячи рублей. Это очень сложно. Найти, скажем так, таких же вот, как мы, которые вот сейчас мы фаберликнутые, а до этого я была и ванутой, то реально мне надо было найти таких же себе подобных. Мало таких, мало. Мы живем в России. Компания его нарегистрирует только в России. Люди не хотят работать. Люди хотят халявы. Они не будут работать. И поэтому, когда человек осознает, что здесь надо пахать, как папа Карла, извините меня, он останавливается и говорит, стоп, подождите, я так не привык. Половина народа что делает на работе? Вот вы знаете, я езжу за рулем. Я не езжу на общественном транспорте. Компания фаберлик дает мне полную свободу. И я езжу на машине. И я все время удивляюсь, господи, почему на дорогах днем пробки. Добрые люди должны на работе днем работать. Они все ездят. Никто не работает. Я приезжаю к маме во двор, стоит куча машин припаркованных. Я ее спрашиваю, мама, у вас во дворе вообще никто не работает? Почему машины-то все припаркованы? Люди к вечеру начинают куда-то выезжать. А днем они что делают? Никто не работает. Я не знаю, кто в России работает. И вы хотите, чтобы компания ИВА народ работал и доходили до определенных этих уровней, находили координаторов? Да я сомневаюсь. Поэтому пройти эту ступень очень сложно. И да, если вы находите, ставили лидером, и у вас нашлись люди, желающие, сейчас будете употреблять, да, мои выражения, и вы нашли координатора, и он пойдет по вот этим ступенькам, то да, вы будете получать по 1000 рублей. За то, что вот, к примеру, я Лена, да, у меня есть координатор Маша, и она пошла по этим уровням, она выполнила условия, она получила 2000 рублей, я получила 1000. Она сделала там следующий уровень координатора, получила 4000, я получила 1000. И если вот Маша все уровни, вот эти все уровни пройдет, все бонусы получит, то я получу 17000, то есть по 1000 рублей за каждый каталог, плюс еще 17000 за то, что она все прошла. Итого 34000. Но хочу вам сказать, это называется лидерский бонус, который компания в каждый квартал рассматривает. И были кварталы, например, летом это все дело нам отменяли, и говорили, что нет, лидерский бонус на, допустим, там, третий квартал отменен. То есть это не каждый каталог. Поэтому в сказке, то, что там у нас лидерский бонус, 1000 рублей, 17, здорово. Давайте потом наши, посмотрим лидерские бонусы, да, которые нам предоставляет компания. Как вам циферка? 110, 220, тысяч, 55 даже, пусть не такая большая. Или 17000 получить, или 50, есть разница? Да, конечно же, не сравнить. Я не знаю, когда вот народ, ему предлагают идти, даже нашим консультантам зовут их Вейвен, и они начинают рассуждать, а может не пойти? Блин, да вы посмотрите, в деньгах даже элементарно. Вот я своим говорю, девочки, наша компания реально, вот правда говорят, Россия щедрая душа. Наша компания российская, она реально щедрая. реально щедрая, реально платит те деньги, которые заявляет. Я не знаю, кто там клюет на что, на копейки. Без понятия. Всех ко мне, быстро с ним мозг прочищу. Дальше. Я могу, вы знаете, вот я могу говорить бесконечно. Мы уже, по-моему, полтора часа разговариваем, и еще только половину с вами прошли. Могу болтать и болтать. Надеюсь, вам интересно. Дальше. Вот такая вот ступень, она так выглядит. Первый год идет вот этот старый бонус. Дальше идут разные ступеньки. Лидер, младший лидер, лидер, старший лидер, ведущий, менеджер, и последняя ступень вице-директора. Про гарантированный доход я вам сказала. Заглядывайте в Google, открывайте словарь и показывайте. Вот реально, просто делайте выписку из Википедии и показывайте им, чтобы они знали, что такое оклад, что такое гарантированный доход. И своими вот этими громкими высказываниями не высказывались и не употребляли эти понятия. Они как будто реально сами не понимают, что это значит. Дальше. Теперь окунаемся, готовы, беремся за руки и просто залазим в самые дебри. Вот эти три ступени. координатор, лидер и менеджер. Они делятся, эти три ступени, на маленькие четыре ступеньки. Есть младший координатор, координатор, старший координатор, ведущий, младший лидер, лидер, старший лидер, ведущий лидер. Вот она, ступенька ведущего лидера. В прошлом году, в 2015, перед Новым годом, я взяла эту ступень. Обращаю внимание, я в компании Avon с 2010 года. Я не лентяйка. Я активно работала со своей структурой. Я искала координаторов. Мне нравится свобода. Не хочу работать. Я ушла из банка, ушла в Avon, ради Avon. И за пять лет я достигла звания ведущий лидер. Вы считаете, быстро? Здесь, за три каталога, за два месяца пять дней, как говорит Коля, я стала директором. То есть, мне понадобилось, скажем так, я считаю, что это один и тот же уровень, ведущий, лидер и директор. В принципе, один уровень. Разница есть? Я не трогала свою структуру, я не трогала своих представителей, когда мы с мужем шли на позиции директора. Не трогала их, они не тронуты. Если меня кто-то обвинит и скажет, что она уводила людей из компании Avon, если мой территориальный менеджер скажет мне, что я переманивала людей, этого не было, пусть могут каждого моего представителя спросить, я их не трогала. Я до сих пор их не трогаю. Идем дальше. Личный заказ у координатора должен быть всегда 1600. Вот всегда он делает 1600. Мы делаем 50 баллов. У нас ассортимент такой, у нас богатый ассортимент. Нам легко сделать заказ на 5000. Я в легкую могу для себя на 10 тысяч сделать и набрать продукцию себе и маме. Я с удовольствием маме куплю продукцию, чтобы она пользовалась. Пусть она экономит свою пенсию. А я куплю ей. Мне не жалко. Я могу потратить спокойно 5000. Не из-за того, что я много зарабатываю, а из-за того, что я реально просто могу, мне есть что купить. Поэтому делает заказ координатор 1600 рублей и продажи на каждом уровне он должен выполнять. То есть 15, вот младший координатор должен выполнить продажи 15 тысяч рублей. Эта цена указана, сумма указана в ценах каталога. Смотрите, обращаю ваше внимание, что из этой суммы 15, вот 1600 входит в продажи, в эти продажи 15 тысяч. То есть мы с вами из 15 тысяч вычитаем личный заказ в 1600. Это получается, кто у нас там по математике быстро соображает. я соображаю в цифрах долго, мне в уме не сосчитать. 13-400, спасибо, Лен, 13-400, это уже с вычетом заказа. Из этой суммы мы вычитаем скидку представителя. Ну, у всех представителей же была разная скидка. Ну, к примеру, давайте вычтем, ну, хорошо, возьмем 9 тысяч, продажи чистые, то есть из 13-400 мы вычли процент, допустим, там 27% возьмем средний. Из-за этой суммы, получившейся, вычитается НДС. И сюда не входят печатные материалы. То есть, если представитель заказывает каталоги, печатные материалы и призы, то они тоже отсюда вычитаются и остается чистый доход, с которого начисляется процент. Процент на позиции младшего координатора 4% плюс китайская грамота да, 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 плюс 1% выплачивается, если данный координатор зарегистрировал новичка и не просто зарегистрировал, он разместил заказ. То есть, это называется в компании набор представителей. То есть, если у координатора был набор представителей, он получит дополнительно 1%, и того, 5% ему начислят на чистые продажи. Следующая позиция координатора взрывмотка, я вам обещала, координатор должен делать продажи 43 тысячи рублей. Аналогично вычитается его личный заказ, получает он 4,5% плюс 1% ему начисляется, если был набор. И если у него появился координатор, то с него он будет получать 1%. Но, как правило, на позиции координатора ты еще сам как бы мало соображаешь, что этот лес дремучий, надо же его изучить, пробраться сквозь эти густые ветви, сомневаюсь, что кто-то приведет координатора. Ну, пусть там супер какой-то, да, попался человек, он в ник, он привел, вот он первого поколения получит 1%. Дальше старший координатор продажи уже 72 тысячи рублей в ценах каталога. Вычитаем снова личный заказ, вычитаем скидки представителей, вычитаем НДС, вычитаем печатные материалы и начисляется процент 5%, если был набор новых представителей плюс 1% и 1,5% за второе поколение. То есть это если координатор там квалифицированный с его группы 1,5% Ведущий координатор продажи 100 тысяч рублей здесь уже идет 5,5% был набор если 1% начисляется и со второго поколения 1,5% Наконец-то добрались до лидеров. Младший лидер должен сделать продажи 150 тысяч рублей и должен иметь одного координатора а координатор это у нас кто это у нас человечек который делает 43 тысячи продаж то есть такой уже полноценный координатор 43 тысячи продаж в этом случае идет начисление плохо видно вот на плюсик добавлю сейчас 8,5% и с его вот с этого 8% простите и с этого одного координатора мы будем получать 2% если координатор заведет своего координатора мы будем получать 1% лидер продажи 350 он должен иметь двух координаторов с продажами 43 тысячи процент начисляется 8,5 в рублях это сколько это вы имеете ввиду сколько доход а считайте я же вам рассказала как считать считайте 350 тысяч вычитайте продажи координаторов то есть если нужно 2 координатора иметь вычитайте 2 раза по 43 вычитайте скидку представителей вычитайте НДС а у меня тоже плохо а вот вы вот и подумайте рассудите компания вам правильно насчитывает никто же не садится не проверяет это высшую математику так в том то и дело же никто же не проверяет 16 тысяч да я вас умоляю на позиции лидера 16 тысяч доход не знаю младший лидер да вы что 16 тысяч младший лидер я вас умоляю ну дай бог 8 получит ну вы сядьте если вам интересно вы сядьте посчитайте я даже считать не хочу это копейки максимальная сумма моего дохода Вейван была когда я была на позиции ведущего лидера вот надо было вам сфотографировать свой акт и показать ведущий лидер продажи миллион триста и четыре координатора я получила 49 тысяч с бонусом у меня там еще был бонус надо посмотреть сколько без бонуса это было с бонусом согласна младшего лидера ну если вас такой доход устраивает то конечно меня вот не устраивал мой доход поэтому я пошла искать компанию Faberlic дальше смотрим давайте не будем далеко опускаться или на лидере остановимся гроши ну все правильно все правильно давайте остановимся на лидере лидер получает делает продажи триста пятьдесят тысяч он должен иметь два координатора ему в этом случае начислят восемь с половиной процентов за координаторов начислят два процента если там есть еще в глубине у этих координаторов координаторы то по одному проценту к примеру рассмотрим такой вариант я лидер я очень активно работаю я делаю продажи триста пятьдесят тысяч рублей но у меня нет двух координаторов вот если вот это условие не выполнено а продажи есть триста пятьдесят тысяч я буду считаться ведущим координатором и я буду получать с трехсот пятидесяти тысяч продажи минус вот это все что я назвала я буду иметь всего пять с половиной процента да женя да 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 ну кто любит считать сядьте посчитайте вот реально вот я вам назвала цифры в России до недавних пор был всего один вице-директор с продажами десять миллионов то есть продажи в каталог это в каталог это я вам не за год говорю это в каталог нужно делать то есть вот вице-директор должен продажи делать десять миллионов рублей вот не видно я не знаю вам видно слайдик нет но у меня вот не видно вот сейчас вижу десять миллионов рублей у него должны быть менеджеры в группе и сбалансированные продажи то есть это продажи 3 миллиона 400, это продажа вот этих менеджеров, и в этом случае он получит максимальный процент 12 процентов. Доведется кто-то, о, да, Гулыманова и Шелковая, все верно, их двое, но до этого же была одна Гулыманова, а сейчас, да, там сейчас двое, Гулыманова и Шелковая. То есть 12 процентов, это максимальный процент, который вы можете получить с личной группы. Ну вот кто-то сейчас сядьте и посчитайте, и с 10 миллионов вычтите все, 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 и то 10 миллионов, имейте ввиду, что в эти 10 миллионов входят продажи координаторов и менеджеров, с которых идет начисление 5 процентов. Всего 5 процентов начисляются. Суммы мизерные. Так, более-менее с маркетингом понятно? Какие-то вот конкретно глобальные вопросы есть? Вот самое главное, понимаете, что указаны продажи, вот эти вот продажи, да, это указано в ценах каталога, и отсюда нужно еще вычитать. Вычитать скидку, вычитать свой заказ. Запутанно, но более-менее понятно. Дальше. Поехали дальше. Квалификация координатора. Вот о том, что я говорила. Квалификация координатора. Три условия, то есть обязательно должен быть личный заказ 1600 рублей. Суммарные продажи 15 тысяч. То есть, если, например, никто не сделает заказ, и у вас 15 тысяч не получится в ценах каталога, то вы не получите свои деньги. И третье условие, должно быть обязательно 5 активных представителей. Когда приходит новый координатор, у него должно быть 5 активных представителей. Он может быть, продавать на 10 тысяч. Продает много, 10 тысяч рублей, делает продажи, но у него нет 5 активных. У него, допустим, зарегистрировал он троих из них, из троих 2 человека сделала заказ, он не получит свои деньги. Он не выполнил вот эти 3 условия. Они обязательны. Квалификации нет. Все. Денежек тоже нет. Каким образом должен координатор, скажем так, людей, которых он зарегистрировал, они не делают заказы, вернуть в компанию, да, также есть акции на восстановление. То есть, размести заказ на такую-то сумму, получи подарок. Чаще всего сейчас подарки представители не получают, а заказывают. То есть, нужно заказать. Не всегда представитель знает о том, что нужно что-то заказать. Заказать как? Это указать код. Код не знаешь, все, не указал, все, до свидания, подарок не получил. У нас консультанты как? Идут, не размещал он полгода заказ, пришел, открыл личный кабинет, а там бац, на втором шаге ему сюрприз. К примеру, я говорю, да. То есть, он на втором шаге увидит, даже если мы, как лидеры, не смогли его оповестить о том, что его ждет подарок, мало ли у него телефон сменился, электронной почтой он не пользуется, он в любом случае, зайдя в личный кабинет, всю информацию увидит, увидит, что его ждет подарок. Мне это очень нравится. Кто знает, какая есть акция, быстренько мозг включаем, немножечко мозги освежаем, кто знает, какая есть акция в Фаберлике, которой нет в Вейвен, я ее не называла. Соображать, я знаю, устали, сидим полтора часа, устали, быстренько, кто-нибудь сообразит, какая есть, Юля, браво, денежная, нет, не быстрый старт, нет, денежная, компания, Фаберлик, дарит деньги, Эйвен не дарит деньги, деньги дарят. Расскажу сейчас историю. У меня в структуру, я пригласила, зарегистрировала координатора из Эйвен, она сказала, я не буду строить структуру, Эйвен лучшая компания, я ее не брошу, но мне нравится в вашей компании, Фаберлик, бытовая химия, я буду заказывать чисто для себя, я говорю, окей, не вопрос, заказывай. И помните, вот у нас буквально недавно была акция, кто не разместил на первой неделе заказ, им потом, для того, чтобы они включились, и начали размещать заказы, компания предлагала, вот как раз, от 150 до 3000 рублей, помните? Ну вот, буквально недавно была, может два каталога назад, помните, смотрите, она координатор Вейвен, она сделала заказ активационный на 1000 рублей, для того, чтобы, кто у нас не хочет, чтобы под ними строилась структура, все хотят, и естественно, она решила посмотреть на это дело, сделала активационный заказ на 1000 рублей, в следующем каталоге, на первой неделе она заказ не размещает, на второй не размещает, на третьей размещает заказ, и пишет мне, Лен, а я же не знала, что у нее там какие-то деньги на числе, она говорит, я не поняла, делаю заказ на 1000, а у меня, говорит, там 500 с лишним рублей, какая-то скидка, это, говорит, за какие заслуги, а у меня есть пароль от ее кабинета, я захожу в ее кабинет, и смотрю, ей начислена объемная скидка в 1500 рублей, человек сделал заказ на 1000, а объемную скидку получил в алтары, супер, я говорю, вот видишь, ее Таня зовут, я говорю, Таня, я говорю, не зря, компания хочет тебе что-то этим сказать, я надеюсь, что она примет это, и как-то на нее это подействует, но вы понимаете, что компания щедрая, Россия щедрая душа, компания дарит, мне тоже 150 рублей, начислили, а ей полторы тысячи, хотя у меня заказы на 100 баллов, я получила 150 рублей, а она заказ на 1000 получила полторы, вы имеете ввиду, что компания щедрая, конечно, 1500, здорово, плюс всякие различные подарки, наборы, да, дарит у нас компания за то, чтобы мы восстановили наших потеряшечек, правильно, Валя, правильно, все компания знает, так, дальше, постоянно вам координаторы, с которыми вы общаетесь, говорят о том, что у них есть бонусы премии, вот бонусы, да, есть у них бонусы, программы поощрения, каждые два каталога, они проходят, и вот я вам одну из них, каталог 16-17, решила показать, называется, на зимний форсаж, делится там координаторы на сегменты, в зависимости от того, какое у них количество представителей в структуре, то есть на 4 сегмента, нужно, выставляется определенная задача, то есть за два каталога нужно набрать, к примеру, там 60 баллов, и предлагается расчет, то есть 2 балла получают за каждого нового представителя, 1 балл за представителя, который восстанавливает его, если заводишь координаторов в 10 баллов и так далее, то есть ставится определенная задача, если ты выполнил вот одну задачу, поставленную, получил бонус, супер молодец, браво, тебе аплодируют, следующие два каталога и идет снова новая программа поощрения, ага, ты можешь, ты выполнил, значит можешь больше, условия меняются, тебе ставится большая задача, и ты должен выполнить, выполняешь, чем больше ты задач выполняешь, тем задачи все выше и выше, их сложнее выполнять, я вообще считаю, что здесь очень многие координаторы начинают играть в Гоголя, я их так называю, координаторы Гоголя, они начинают играть в мертвые души, для того, чтобы достигнуть вот этого бонуса, получить этот бонус, многие координаторы начинают регистрировать несуществующих людей, то есть мертвые души реально регистрируют родственников, и начинается перепись населения, реально штат раздутый, мы регистрируем кучу-кучу новых людей, а потом это, представляете, вот этот снежный ком, бац и падает, это же на каждого заказ разместить, не просто их зарегистрировать, еще и на каждого заказ разместить, то есть ты разместил на них заказ, потом это все дело надо оплатить, и потом бац, тебя и накрыло, Нарегистрировали и вот, то есть бонусы, да, вот там бонусы они заявляли, там 12 тысяч рублей, да, 12 тысяч рублей платится, максимальный бонус второго уровня, но ты, извини меня, это уже 12 тысяч могут получить координаторы, это уже лидеры и менеджеры, которые занимают высокую позицию. То есть у них уже большущий, огромный штат, в этом случае они могут, в принципе, получить эти 12 тысяч рублей. И выполнить нужно условие, экстра бонус, но тут уже не будем вникать, вы поняли, что ставится задача, которую нужно выполнить. Задачу выполнить очень сложно, реально. Бывают еще программы поощрения, когда, если человек не размещает заказы, там есть такое понятие, как уход, этот человек у тебя из баллов вычитается. Да нету в вейвоне пассив, да вообще такого понятия нету, ни актив, ни пассив, нету там в вейвоне ничего подобного. Поняли, программы поощрения есть, но они очень сложные. Лучше один раз получить 55 тысяч квалификационных бонусов в Берлике, 55, 110, 220, 550, или получить, блин, 12 тысяч, есть разница? Для меня есть разница. Да нафиг, я буду задачу, извини мне, переписывать по России для того, чтобы получить 12 тысяч? Да я лучше не буду переписывать население, нормальных людей регистрировать, растить структуру и получу 220 тысяч квалификационный бонус. Наконец-то добрались до выплат. Решила вам показать, что по поводу того, что идут разговоры, что не нужно открывать ИП вейва. Да, пожалуйста, не открывай, но если ты начал позицию координатора и сумма твоих заказов, тебе выплаты выполнил первое условие, суммарные продажи 15 тысяч, заквалифицировался координатор, мы начислили 2 тысячи рублей. По российскому законодательству и по договору с компанией вычитается 21 тысяча, 21,32% в пенсионный фонд, уже начинаю заговариваться, и 13% вычитается в налог. То есть сначала идет вычет в пенсионный фонд, а уже от оставшейся суммы вычитается 13%. Итого, если вы гарантирует вам компания Avon 2000 рублей, вы не открываете ИП, то компания сама отчисления делает в пенсионный фонд 21,32% и 13% в налоговую. Итого вы на карточку получите 1369 рублей. А вот меня бы это возмутило, да и меня до сих пор возмущает. То есть мне она озвучивает одну сумму, в итоге на карточку приходит другая сумма, я-то рассчитываю на другую. Да нафиг мне это надо? То есть я работала, получила не 2000 гарантированный доход, который ни от чего не зависит, ни при каких условиях он должен выплачиваться. С меня еще все вычли. А зачем мне это надо? Как они говорят, да? Ой, так это же на пенсию, да блин, я сама на пенсию себе отложу. Зачем мне это надо? Давайте рассмотрим вот этот вот их гарантированный доход за год 125 тысяч рублей. Если не открывать ИП, то вычитаются из 125 тысяч за год, мы взяли все бонусы с вами, представим, да, минус в пенсионный фонд, минус в налоговую. Итого на руки нам выплатят 85 тысяч 564 рубля. А теперь глянем, если открыть ИП по упрощенной системе, то мы будем платить 6%, но это 6% мы платим при условии, что наш с вами доход не превышает. Там надо высчитывать, ну, к примеру, 300 тысяч рублей в год, а он у нас не превышает, он у нас 125 за год, то в этом случае платится всего в пенсионный взнос, у меня здесь не видно, слайд съехал, там, по-моему, платится 23 тысячи с половиной. Ну, давайте округлим, примерно 23 500. Смотрите, если мы открыли ИП, мы заплатили в пенсионный фонд 23 500 всего, больше мы ни копейки не платим, 6% мы не платим. У нас маленький доход. И если мы ИП не открыли, то мы заплатим 80, мы получим на руки 85 тысяч, то есть компания отстегнет государству со 125 тысяч 39. Разница есть? Заплатить 39 с половиной тысяч или 25, для меня есть разница. Тогда рассуждаем логически, что ИП выгоднее открывать, чем не открывать его вообще. И в любом случае, когда у тебя начинают сдирать такие деньги, ты задумаешься и ИП откроешь. И когда говорят, не нужно открывать ИП, да фигня, а все. Я записываю, но я не знаю, как у меня запишется. Я надеюсь, что запишется хорошо, я тут очень громко говорю, чтобы все прекрасно было слышно. В общем, вы поняли, что ИП открывать выгодно. Пусть они не открывают ИП. Как вот я смотрела Женин вебинар, она говорит, да ИП это круто, это статус, да, я начальник, и у меня ИП. Об этом надо с гордостью говорить, а ИП реально круто. Ты меньше платишь налоги. Экономишь. Экономишь. Открытие ИП это значит сэкономить. Дальше. Мы уже скоро закончим. Звездный клуб. Внимание, Звездный клуб. У нас тут не все выдерживают, половина из чата убегает. И существует Звездный клуб для координаторов. Что это такое? Это что-то... Тоже такая программа поощрения. Так, быстренько по ней пробежимся, потому что смысл нам в нее вникать. Сейчас скажу, что дарится такая подвесочка. На подвесочку дарятся, в зависимости от уровня, сапфир, изумруд и бриллиант. Камушки. Вот они вот на эту подвесочку одеваются. И так же дарится автомобиль. Так, если кто-то сейчас губы раскатал и... О, круто, в Вейвен можно получить автомобиль. Внимание, я вас сейчас с неба на землю-то и спущу. Автомобиль получает не каждый. Автомобиль в качестве дополнительного вознаграждения в натуральной форме получают победители бриллиантового, то есть третьего уровня программы, которые являются одновременно победителями бриллиантового уровня звездного клуба по итогам три года. То есть раз в четыре года автомобиль может получить, но не более двух раз за жизнь. При этом ранее никогда не получал автомобиль в звездном клубе, в клубе и предыдущих лет, или получивший его четыре года назад. Вот о чем я и сказала. Что его можно получить всего два раза в жизни, и то раз в четыре года. И то, если каждый год будешь подтверждать уровни бриллиантов. Да никогда вы не получите, не доберетесь вот до бриллианта. Там уже все места засижены, все заняты, и никто не пододвинется со своего стула. Поэтому, если вы рассчитываете на автомобиль Вейван, зарабатывайте в Фаберлике, покупайте автомобиль, который вы хотите. Понятно? Поэтому даже не думайте. Антон, ну, тут вообще не вопрос. Можно скоро и вторую квартиру купить, и не одну, и две, и три, и вкладывать деньги в недвижимость. Правильно? Автомобиль вообще не проблема. Тут компания Вейван, да, нам хочет за восемь лет два автомобиля подарить, и все на это. Сейчас дальше будет самое интересное. Поездка. Ну, вот про автомобиль мы с вами поговорили. Поездка. Супер. Вот, по-моему, в этом году или в прошлом, не важно. Ну, вот они тут летали на остров Тенерифи. Внимание. Антон, сколько у вас было человек в Шри-Ланке? 144, по крайней мере, на ассамблее озвучили, что у вас на Шри-Ланку отправляется 144. Ну, это, наверное, с менеджерами, да? Ну, не суть. Было 144 победителя. Вейван, только 60 лучших в России смогут отправиться на эту поездку. 60. Хоть как вот, старайся из кожи вон лезь. Если ты в 60 в эту цифру не попадешь, до свидания. Ты будешь сидеть на своем, там, я не знаю, Дальнем Востоке, в Екатеринбурге, где-нибудь еще, в Мурыгина, и никуда не поедешь. Потому что ты не попал в 60 человек. Как вам перспектива такая? Те, кто в 60 человек ездят, а я не знаю, Женя, сколько будет в следующем году. Ну, явно больше 200, по-любому. Вот, Лена, да, действительно. 61-м, знаешь, как обидно? Я не знаю, была бы я 61-м, я бы продала, я не знаю. О, еще больше. Ну, вот, видите разницу? Видите? Нереально. Вы вот хотя бы, вот тут рассмотрите этот вариант. Компания Фаберлик реально может вас отправить отдыхать. Вы можете попасть, элементарно, открыли звание золотого директора, подтвердили его, и, да здравствует там любая страна, которую компания нам предлагает. Из Вейвен вы не полетите, вам в 60 не попасть. Там уже все занято. Там годами уже люди, вот 20 лет в Вейвен сидят, они добрались до ВИП-60, они там и будут сидеть. Вас туда не пустят. Места уже насиженные. Не рассчитывайте, никуда поехать. Дальше. Тоже определенные есть условия. Сапфировый, значит, уровень. Необходимо суммарное число активных покупателей 2700. То есть активные представители, которые делают заказ более 1600, их должно быть 2700, на уровне изумруда 4700, на бриллиантовом 8700. Новых покупателей. То есть это новые представители, которые вот только-только мы зарегистрировали, которые получают за регистрацию подарок и скидку 30%. На уровне сапфира 240, на уровень изумрудный уровень 440 и бриллиантовый 840. Суммарные продажи в рублях, то есть это чистые, за год должны составить 6500 на первом уровне, на втором 6500, простите, 13 миллионов и 22 миллиона. Я вам честно признаюсь, я дохожу до уровня, до сапфирового, вот у меня первые два без проблем я выполняла, а третий выполнить не могу. И каждый год эти условия поднимают, каждый год повышают. Было 5 миллионов, потом стало 6 и сейчас 6500. Я не могу достигнуть. А сейчас я уже плюнула, я все, не хочу я не достигать, надоело. Если вот в Фаберлике есть определенные условия, я могу как-то цель поставить, я знаю, что она в следующем году не поднимется, я знаю, что нужно, допустим, для золотого директора всего 3 директорские ветки. Я знаю, условия я буду к ним и тя здесь, я простите, не знаю, что они придумают на 2017 год. Сюрприз будет, правильно? Выполним, не выполним. И на последнем, на бриллиантовом уровне, 22 миллиона нужно выполнять и больше, но по сравнению с прошлым годом должен быть прирост на 500 тысяч рублей. Выплачивается вознаграждение на первом уровне, внимание, бешеные деньги, 25 тысяч рублей сапфиру, изумруду 50 тысяч рублей и 100 тысяч бриллианту. Антон, как там ваши бонусы? Я считаю, бонусы Эйвен вообще курят в сторонке, да, Эйвен? По сравнению с тем, что получают у нас Кононовы. Ну, смешно. Вы еще хотите там, кто вы, Эйвен, хотел кто-нибудь? Если тут кто-нибудь хотел, то хотелка, по-моему, должна уже отсохнуть. Да ни о чем. 500 тысяч. В нулях не ошибся? Так что вот, вот рассмотрели, то есть координатор Эйвен максимум 100 тысяч получит и все. Я тоже реву, Жень, реву, что я столько лет потеряла. Ну и там дополнительно уже говорила, да, сапфирик получит, камушек, изумрудик и бриллиантик. Также хочу сказать, что координаторам выплачивается, об этом мы уже говорили, всего с трех поколений, только с три поколения. Дальше уже мне невыгодно строить структуру в глубину. Ну, я не буду там ничего получать. Я не хочу на этих людей тратить время, я ноль буду получать, зачем мне укладывать в них силы. Процент не выплачивается с личного заказа. Вот как я вам уже, помните, говорила в начале, что я делаю продажи. Вот в прошлом году, в Новый год, 136 тысяч у меня были продажи за каталог. Что мне приходилось делать? Я делала личный заказ на 1600, а все остальное делала на мужа. Потому что мне жалко вот эти вот сто с лишним тысяч, я с них процент не получу. И приходится мне на всех родственниках сливать свои заказы. Из-за этого я не могу попасть в премиум клуб, потому что там нужны продажи больше 150 тысяч. У меня муж там, а я нет. Я просто координатор, делающий заказы на 1600. Невыгодно. В Фаберлике мы можем все свои заказы делать на себя. Это выгодно, нам без разницы. Мы будем с этого иметь процент. Если я нахожусь на 23%, я делаю свой заказ на 100 баллов. Мне за него 1400 начисляет компания дополнительно. Здорово. Я могу смело отправлять на себя заказ, если вообще не париться, разделять его на Васю, на Петю, на Машу, на Дашу. Все на себя отправляю. Я знаю, что я за это получу. Без проблем. Те, которые у нас люди не строят структуры, попадают в корзинку, к примеру, там на 23%, да, они имеют со своего заказа, даже, ну, если при условии, что они делают 50 баллов, но у них нет собственной структуры, они со своего заказа имеют даже те же 700 рублей на 50 баллов сделают заказ, 23%, 700 рублей получают. Не лишний. Дополнительная скидка. Так, здесь в AVEN такого нет. Нет, я уже не пользуюсь вообще, я полностью перешла на Faberlic. Если вам сфоткать мою, допустим, ванну, у меня там все в Faberlic. Я не пользуюсь AVEN. Я реально полностью перешла на Faberlic. Мне нравится продукция. Дальше. Уже нужно двигаться к концу, потому что я говорю, могу бесконечно. Я, когда делала презентацию, я обнаружила, что у меня где-то в родственниках есть Остап Бендер. Меня несет. Заметили, да? Я могу бесконечно говорить. Говорить и говорить. Так, еще раз напоминаю, что AVEN строит солнышко, что если нет, вот если есть координатор у вас, вот у меня есть координатор, если он не делает заказ на 1600, то у нее структура, у нее там, допустим, структура делает заказы, суммарный оборот 100 тысяч. Вот она делает, оборот у нее 100 тысяч. Вот есть у меня Аня, координатор. Делает она у нее в продаже 100 тысяч вместе с ее представителями. Но вот не делает она гадина такая, заказ на 1600. И вы представляете, я с этой сотки не имею ничего. Ничего не имею. Ноль. Я сколько не просила, говорю, Аня, хотя бы на 1600 сделай, а? Нет, не хочет. Ну, то есть и смысл. В Фаберлике все по-другому. Вы знаете, что если у нас там кто-то заказы не делает, ну и бог с ними пускай не делают, мы получаем процент со всех, кто размещает заказ, со всех активных получаем процент. Это очень удобно, выгодно. Вот. Дальше. Здесь говорится о том, вот этот слайд говорит о том, что продукция предоставляется в кредит. Я могу сказать по себе, что кредит в компании Avon, он не дает делать много заказов. Вот, например, я могу в Фаберлике сделать 10 заказов за каталог. Меня это не останавливает. Появился заказ, я его быстренько отправила и все, потому что вы сами знаете, у нас продукция в онлайн режиме. Она сегодня есть, через 5 минут ее разобрали и может не быть. Я не жду. Есть у меня заказ, я его тут же отправляю, соответственно, он у меня больше 1000 рублей. Я его отправила, все, я знаю, что я его получу. Я могу таких 10 нашлепать заказов. В Avon такого нет. То есть, в Avon заказы ограничены кредитом. Если я разместила, к примеру, один заказ, я могу разместить второй заказ, но третий я уже не могу, пока не оплачу предыдущий. То есть, мне дается кредит только на два заказа. То есть, есть ограниченность кредитом. Также, если представитель разместил заказ и не оплатил его, я, конечно, ничего не плачу. Но он влияет на мои программы поощрения. То есть, вот эти бонусы, которые я могла бы получить, я их не смогу получить. Потому что есть определенное правило, нужно понизить задолженность. То есть, либо я должна долги выбивать, либо я должна заплатить за него, чтобы получить, к примеру, тот бонус. Если у меня получается выполнить условия, то приходится иногда вносить, допустим, 1000 слоев. Кстати, территориальные менеджеры не дадут спокойно тебе жить, если у тебя есть в структуре должник. То есть, координатор, нигде это не прописано, нет в договоре, что координатор должен бороться с должниками и выбивать долги. Такого нет. Но есть менеджер территориальный, который будет тебя долбить и требовать, чтобы ты добивался и снижал задолженность в своей группе, и ты будешь еще выступать коллектором. А за это тебе никто не платит. Вы прекрасно понимаете, требовать, платить задолженность у человека, это судебно наказуемо. Он может на тебя пожаловаться, что ты требуешь. Ты занимаешься вымогательством, ты не имеешь права это делать, но тебя это заставляет. Да, высылают в списки должников, и ты начинаешь тудировать ей, звонить им, писать, требовать, угрожать всячески, чтобы он оплатил. Потому что, если ты это не сделаешь, тебя также будет долбить территориальный менеджер. Кстати, ставятся территориальными менеджерами задачи, потому что они также с оборота получают зарплату. Тебя вызывают на ковер, если задача поставлена, к примеру, нужно сделать набор 10 представителей. Ты не выполняешь, вызывают и проводятся контрольные встречи, это называется. Ты приезжаешь к территориальному менеджеру, и тебе задаются вопросы, почему ты не выполнил, что тебе помешало выполнить, как ты будешь с этим бороться и так далее. Все зависит от человека, если человек мягкий, с тобой в мягкой форме поговорят. Если человек очень строгий и грубый, то, вы сами понимаете, то это будет все в грубой форме. Я сам себе начальник, я сама строю себе бизнес, но почему-то на мой бизнес постоянно какие-то требования выдвигаются. Мне это не нравится, я не хочу так. У меня наставник Коля, он ни разу мне не сказал, что там ты это не делаешь, что не делаешь, почему у тебя здесь провисает, здесь провисает. Ни разу у меня он вообще, да, надо нас подпинывать, но не таким образом, мы все прекрасно сами знаем. Но никогда не нужно требовать какие-то, выставлять мне требования, задачи и планы. Я не буду это выполнять, я категоричный человек, который ни за что не будет это делать. Нет, я хочу полную свободу. Я прекрасно знаю, если я это не сделала, то это на моей совести. Если я это сделала, я могу сказать, да, я сделала все, что было в моих силах. Но это только мое. Да, у нас же некомфортно. Некомфортно там, нет, нет, некомфортно. По поводу заявок. Жень, вот у тебя в вебинаре, да, там заявки приходят, заявки приходят, но приходят координаторам только квалифицированным. То есть те, кто реально получил квалификацию координатора. Им приходят заявки, заходит человек на сайт, он заполняет анкету. Заполняется что там? Там фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефон, электронная почта. Ну там, человек это заполняет, эта заявка распределяется по месту жительства координатора. Вот если я живу в Екатеринбурге и ближайший мне представитель по индексу отправляет заявку, я должна с ним, далее, я должна с ним связаться. Я ему звоню, говорю, так и так вы оставляли заявку. Вы сами понимаете, люди у нас такие терапыги. Вот он захотел стать представителем, он отправил заявку на официальном сайте. Если ему в течение минуты никто не звонит, он идет, рыщет другой сайт, находит сайт другого координатора, вводит там все данные, даже паспорт. Они, люди, не боятся оставлять паспорт свой на чьих-то сайтах. И все автоматически, его быстренько тот координатор регистрирует. То есть я связываюсь с человеком, он мне говорит, а я уже все зарегистрирован. То есть заявки-то есть, но они нереальные, они не всегда настоящие. То есть нужно еще с человеком позвонить, поговорить с ним, сказать, что нужны паспортные данные, а он еще скажет, о, я не хочу, мне не устраивает такой вариант. То есть заявка это не говорит о том, что у тебя стопроцентный представитель. Мне нравится в Фаберлике, приходит заявка, человек уже под тобой зарегистрирован. Тебе осталось ему позвонить, рассказать, что он получит подарок за свой заказ. Он уже твой, все, он никуда уже не денется, его не нужно зарегистрировать. Мне это нравится, не нужно его уговаривать зарегистрироваться. Я должна просто, в мою обязанность ходить мотивировать человека на заказ, рассказать ему о том, что он получит подарок за регистрацию, рассказать ему о стартовой фаберли клубе возможности что можно нашей компании развиваться в качестве лидеров все но человек уже зарегистрирован он уже имеет номер он уже в моей структуре мне это очень нравится заявки в иван приходит поэтому если будут говорить у нас там онлайн магазины приходят заявки да зашипись у нас тоже приходит но ваши заявки не всегда настоящие чаще всего там уже зарегистрированные люди а по поводу обучения в иван есть обучение не с недавних пор она стала бесплатным до этого до этого она была платная 99 рублей раньше были обучение в классе то есть нужно было приезжать в дивизионный центр и обучаться там сейчас онлайн обучение но вебинаров я не обучаюсь давно потому что я как бы уже скажем так старые координатор динозавр и я уже не обучаюсь не прохожу обучение то мне не интересно и все эти обучения проходила несколько лет назад если я не ошибаюсь всего вебинаров сейчас проводится четыре ну четыре максимум может быть чуть побольше может быть 5 но не больше точно но бесплатно приходишь там тебе бла-бла-бла ты послушал все на этом вебинары там проходят по-другому вот вы меня видите там нет такого я не вижу своего тренера они видимо боятся скрываются от нас не знаю почему у них совершенно другие вебинарные комнаты здесь еще мне нравится тем что я вижу кто со мной общается я вижу понимаете вот я с вами общаюсь я все и мои эмоции на лице вот вы видите мое лицо вы видите мои эмоции вы можете рассудить вру я вам чем-то где-то может быть привираю где-то обманываю где-то чего-то не знаю все на моем лице мне нравится видеть человек который рассказывает и ведет вебинар так намного намного приятнее считаю общаться так что и про попу по поводу обучения ну и что в заключении как вы считаете вот тут уже вы можете не озвучивать свое мнение каждое сложится свое мнение по поводу какая компания лучше где ему комфортнее но вы увидели разницу увидели разницу поэтому если у вас возникают какие-то вопросы прямо вот таких глобальные вы всегда можете меня найти в соцсетях в скайпе задать какие-то вопросы если есть какие-то сам если у вас возникает сомнение я же не знаю какими сейчас пользуются скажем так способами привлечения координаторы другие лидеры его они могут придумать какие угодно сказки я все понимаю когда приходит информация от них и начинает какой-то червячок у вас внутри жужжать вам что может быть попробовать придите ко мне поговорите со мной что какие у вас сомнения при когда вы вас зовут в компанию в другую например вы его я тоже была в элит клубе в первый год первый год я была когда только запустили элит клубе там была поэтому если у вас возникают какие-то сомнения значит вас в чем-то не устраивает компания faberlic давайте разберемся в чем возможно что то вы просто где-то вот реально вы не да понимаете не ведитесь вот правда не ведитесь не теряйте время я вот сейчас понимаю что я теряла время все вот эти вот шесть лет я потеряла время зря а я вам объясню сейчас почему я потеряла время зря мне звали faberlic я не шла объясню почему у меня есть советы к вам именно при общении с лидерами эйван когда мы с ними общайтесь когда вы приглашаете человека вы узнаете что он в компании эйван определите кто представитель либо он координатор потому что с ними нужно общаться по-разному общайтесь с ними простым языком не употребляйте понятие баллы не говорите они не понимают о чем идет речь когда меня много-много раз звали faberlic до этого я удая говорю ну расскажите мне и меня тут же начинали закидывать понятиями баллы нужно делать баллы если вы там на баллы там три процента баллы 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 кто такие баллы я не знаю кто такие баллы вы знаете меня только вот коля убедил что такой баллы он разговаривал со мной он с украины но разговаривал со мной по-русски он мне объяснил что такое баллы объясняйте людям что такое баллы кто может мне объяснить что такое баллы в чате напишите что такое баллы одним словом все мы заканчиваем антон супер ну я не сомневалась нет это не продажи лена антон написал правильно это валюта это валюта вот компания сотрудничает да вот там сколько там 40 стран двадцать девять стран ну не важно да вот много-много стран у каждой страны своя валюта вот представьте у вас с каждой страны ну возьмем такие страны как например у вас люди с белоруссии да это валюта жень говори что это валюта вот представьте у нас и есть белоруссия допустим киргизия украина у каждой страны разная валюта и у вас люди с каждой с этой страны вы для того чтобы посчитать продажи вам нужно будет конвертировать их валюту в свою это же вы с ума сойдете представляете у вас там куча народа куча стран и вы будете переводить да с ума сойдете так чтоб не сходить с ума компания взяла и сделала свою валюту и обозвала балл она называла ее просто баллон так это называется так валюта к примеру помада стоит 150 рублей если в рублях 1 рубль продуктовый 75 рублей 150 мы делим на 75 это два балла помада стоит 2 балла на 2 балла стоит для россии 2 балла стоит для украины для белоруссии 2 балла для киргизии все легко и понятно когда разговариваете с эйван объясняйте что такое баллы что это валюта говорите с ними на русском языке сразу же они они вас поймут вот коля мне когда сказал что такое баллы что баллы это валюта это просто валюта все все вопросы были сняты поэтому примите это в особое внимание определяйте у собеседника потребности определяйте что он хочет для чего вообще в компании его находится его что-то туда привело не просто продукция конкретно если продукция конкретно какая что именно определяйте потребности и уже на основе этих потребностей просто им рассказывайте о преимуществах не нужно говорить дополнительно вот он сказал что-то вот там хочу денег или там хочу качественную продукцию или хочу там вот то-то и то-то вы согласны его приму этим потребностям и рассказывайте о преимуществах я хочу покупать дешево я хочу экономить так вот расскажите что у нас есть скидка вы можете экономить вы покупать можете бытовую химию экономить вы покупаете то же самое в магазине а здесь еще со скидкой до плюс если у вас заказ на 50 баллов то вы еще и дополнительно получите за то что вы пользуетесь продукции компания еще будет вам приплачивать станьте союзником станьте вот когда он говорит по там мне то-то я пользовался фаберлика мне не нравится да я с вами полностью согласен соглашайтесь с ними но плавно переводите переводите на именно положительную сторону они будут вам возражать снимайте возражение необходимо снимать возражения не просто так вот ну не знаете что сказать найдете вы слова придумайте вы видите понимаете вы когда беседуете с ними вы хозяин этой беседы переводите беседу в русла в которой вы разбираетесь если вы хорошо разбираетесь в продукции просто переведите все в продукцию если вы нифига не понимаете в маркетинге не говорите вы по маркетинг начните пару фраз сказали плавно перевели в ту область которая вам более известна например на стартовую программу переключите вызовите у него интерес и говорите именно на ту тему в которой вы разбираетесь не используйте в общении и сравнении, никогда не сравнивайте. А у нас бесплатная доставка. Говорите о другом, у нас есть другие преимущества. Задавайте вопросы в конце диалога, то есть когда вы с ним общаетесь, диалог заканчивайте вопросом, чтобы он вам на этот вопрос отвечал, и вы могли продолжать с ним беседу. Оставляйте свои предложения открытыми, то есть если он категорично говорит «нет», «не, мне это не интересно», «хорошо», вам сегодня это неинтересно, давайте вернемся к этому вопросу позже, о том, что говорите, что «ну неинтересно, все, иди тогда ты нафиг». Обязательно вы должны закончить беседу так, что я могу с вами побеседовать позже. И не настаивайте, не давите на них, не соглашается он, ну и пусть не соглашается. Вернетесь к этому вопросу позже. Но то, что не настаивайте, не нужно давить, человек сам созреет, сам придет, сам подумает, переспит, еще где-то увидит эту информацию, он реклама постоянно по телевизору, постоянно про фаберлик говорится. Вы ему какую-то информацию дали, он отказался, он про фаберлик увидел, где-то продукцию какую-то увидел, где-то рекламу увидел, он вспомнит про вас, он сам вам напишет. Не давите, не надо, не настаивайте. Какие у вас еще есть вопросы? Вебинар у нас сегодня был очень длинный, тяжелый. Я готова на ваши вопросы быстренько ответить. Вопросы есть? Пишите, если нету, ставьте минусы. Вопросы, какие могут быть вопросы, непонятно, в процессе возникнут. Будут вопросы, пишите мне. Нет, я на них не нарывалась. Одна мне писала, Женя, одна писала мне, но когда она узнала, что я была в Эйвен и перешла в фаберлик, у нее все вопросы, она как-то так быстренько отвяла. У меня на странице ВКонтакте вся информация, они читают и... Ну, я вижу, что вопросов нет. Большое спасибо, что вы пришли, вы терпели, вы сидели, вы слушали меня, я изливала перед вами сегодня душу, говорила, что компания фаберлик все-таки супер. Спасибо вам, что вы пришли. С удовольствием с вами встречусь еще раз, еще вам что-нибудь интересное расскажу, поделюсь с вами своими секретами, как я рекрутирую, как можно рекрутировать, пассивные способы рекрутирования, как пользоваться своим личным брендом, о котором рассказывала Олеся. Ну, и также хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом, желаю вам всем успеха, желаю вам новых побед, ставьте перед собой цели, обязательно будете их достигать, потому что мысли материальны, верьте в то, что вы можете достигнуть. Мы все простые люди, мы достигли звания директора, и это возможно каждый из вас. Верьте, делайте, все, что вы делаете, обязательно принесет результат. Спасибо вам большое, что были со мной. До встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok